ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Голосом разума выступил глава МИД Венгрии Сиярта, заявил, что страны НАТО должны избежать столкновения с Россией, в противном случае Европу, а за ней всю планету, как он выразился, накроют ядерный пепел. Китайская заграница не спасет кремлевский режим. Некоторые провинции Китая уже полные банкроты. Обслуживание долга у восьми провинций забирает более 100% доходов. Модель экономического роста, основанная на долговом финансировании строительства призрачных жилых районов, простаивающих аэропортов и пустующих моллов, столкнулась с реальностью. Вот в этом и прощу. Новости сверхдержавы. 49 лет. Гражданин Андреев лишился нижних конечностей в конце января. После реабилитации не смог позволить себе протезы, поэтому на улицу не выходил. Все изменилось, когда в поселке замерз трубопровод. Чтобы набрать воды, он ползет 150 метров в одну сторону и 150 в другую. Так кого там Путин поднял с колен? За 300 метров, как вот так человек должен ходить за водой? Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Казань, коренное местное население, агитирует за нынешнего вождя на фоне памятника бывшему вождю. Как кардинально изменился за 100 лет этнический состав жителей столицы Татарстана. Это все благодаря Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому, друзья, призываю вас отдать свой голос Владимиру Владимировичу Путину. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Очередной российский НПЗ подвергся атаке украинскими дронами. На этот раз в Калужской области. Погнем есть? Попитаки? Повреждение получил первый завод. Такое вот у него название. В масштабах России это совсем небольшое НПЗ, но тут важна цель украинских сил нанести максимальный урон топливному сектору экономики России. Цены на бензин взлетели до максимума за полгода после ударов Украины по двум крупнейшим НПЗ. В России цены на бензин контролируют не Путин, и не правительство, и уже даже не олигархи. В России цены на бензин регулируют украинский дрон. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Белгород второй день подряд попал под обстрел. На этот раз снаряд, скорее всего, РСЗО попал по машинам на улице Есенина. На Есенина, на конечке, куда вниз спускаемся. Прилет, машины горят. А вот так выглядел сам момент попадания. Грузовик уничтожен, но людей в нем, судя по всему, не было. Подозревают, что так сильно рванул газовый баллон. Похоже на то. Это факт. Во время обстрела людей выводили с участков для голосования в убежище. Ну а пока на участок для голосования явился Шойгу в компании Герасимова. Не очень понятно, зачем они все время вдвоем ходят. Недавно в очередной раз писали, что Герасимов погиб. Но, видимо, все-таки нет. А в Тюмень на выборы пришел Такер Карлсон. Правда, в виде дурилки картонной. Ну, то есть от настоящего особо не отличить. Вообще, кринжа на участках для голосования хватает. Но это как обычно. На Чукотке, например, раздают блины. Зато вот чего почти нет, так это наблюдатели, особенно независимых. Представляете, кошмар. А вот фото хорошо заполненного антивоенного бюллетеня. Напомню, что такой бюллетень считается недействительным, но идет в общий подсчет и снижает процент Путина. Так что это один из вариантов проголосовать против диктатора. Еще можно голосовать за Дованкова, Харитонова или Слуцкого, как захотите. Но лучше всего это сделать 17 марта в полдень, чтобы участвовать в акции «Полдень против Путина». Путина. Как ресторанная цена. Мы вот лет 10 назад, мы свободно ходили обедать в Кавкат. Мы сейчас не можем, мы покупаем один пирожок и чай. Но больше у нас денег не хватает. Так это что, лучше жизнь стала? А вы посмотрите город какой, все в развале. Вы посмотрите, собак сколько на улицах. Это же кошмар. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. В московских роддомах беременных заставляют голосовать. Иначе намекают, что с родами может что-то случиться. Простите, а если человек вообще, ну не знаю, там не голосует, не хочет голосовать, не участвует, выбор. Я не знаю. Нас говорят, он заполняет. Я-то не заполняю. А врачам какая-то за это что-то, на Паскале что? Просто нас уже в который раз просят, и говорят обязательно все, строгие какие-то списки. Вообще, кто лежит в роду, если не только в Москве, во всех роддомах, кто лежит, соответственно, выбор обязанностей. Обалдеть. А в морге еще не додумались выдавать родственникам тело только после того, как те проголосуют? Нет? Ну тогда поторопитесь. Жуткая ситуация в Абакане тем временем. Там полуголый мужчина напал на двоих прохожих с ножом и топором. Люди выжили, но сейчас находятся в реанимации. Нападавшего задержали. Им оказался 33-летний уроженец Тувы. Эммануэль Макрон вновь попал в центр внимания. Газета Лимон со ссылкой на свои источники сообщила, что французский президент готов к отправке войск в Украину, французских войск, в течение следующего года. А конкретнее в Одессу. Вчера на французском телевидении Макрон отметил, что не нужно исключать какого-либо вида помощи Украине, но добавил, что Франция не будет наступать или перехватывать инициативу в войне с Россией. Так что однозначного заявления об отправке войск пока нет, но Макрон продолжает последовательно заявлять, что Европа не должна допустить победы Путина. Вот чего ожидала Россия и от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом. Западная разведка подтвердила переброску российского ядерного оружия в Белоруссию. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анаускас, который посетовал на слабую реакцию западных правительств на сей факт. Аналитики говорят, западные аналитики, что переброска ядерного вооружения в Белоруссию – четкий политический сигнал. Путин наращивает угрозу и показывает, что он не просто так разглагольствует о применении ядерного оружия. Но якобы с военной точки зрения подобный жест не имеет смысла, потому что у России есть ракеты, способные достичь любой территории, в том числе с ядерными боеголовками, разумеется. Однако это не совсем так. Дело в том, что для применения тактического ядерного оружия как раз необходима его переброска на театр военных действий. И долгое время Запад считал, что все тактическое ядерное оружие России, а это порядка двух тысяч боеголовок, располагается на востоке страны, где оно было размещено изначально против Китая во времена Советского Союза, и потом туда были вывезены ядерные боеголовки из стран Варшавского договора. Но вот сейчас мы получили информацию о том, что ядерное оружие перебрасывается в Беларусь. Ну зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Ярослав сразу скажет, это нерентабельно, неэффективно. Но свобода, независимость, это очень рентабельно. И это не оценивается никакими деньгами и никакими числами. Женщина, очевидно майор, называла сотрудника американских ВВС своим секретным агентом и тайной любовью. Одинокий Слейтер, видимо, в качестве благодарности за это тепло, в частности, рассказал о визите американских законодателей на Украину, а еще про поставки оружия. Например, в какой-то момент загадочная пассия написала «Любимый Дэйв, у НАТО и Байдена есть какой-нибудь секретный план, чтобы помочь Украине?» За щедрые ответы на все эти вопросы любимому Дэйву грозит до 10 лет тюрьмы.